Серано было легче пробить мне через вот эту литературу, но ее надо все равно как бы повторять. Я недавно про Али Накара. У него, у Али Накара написано, ты не обратил внимания, как у Серано написано? Он как бы не как у Али Накара, а не как бы вот спираль. А я от Али Накара не... Неважно, и у Серано, у него как спиралька, вот эта вот информация. Потом более объемная, он как бы ее раскручивает, раскручивает, раскручивает. И ты наполняйся этим. Чем заканчивается книга? Это примерами, когда люди по себе пишут. Все, ты полностью тебя закачали, вот это все выгнали, так сказать. И ты другими глазами на все это смотришь. Если другим помогал, почему он мне не поможет, и что я хуже их? Тоже, хотя я даже предполагаю, может быть, это все придумано, да? Что люди там были, да? Я не знаю этого человека, это бумага. Ну, ясно. Но это помогает. Ну, а почему бы не помочь, если не принять помощь, да? Нет, я хочу эту книгу вообще на своем канале разобрать более подробно. Просто, просто по ней пройтись, вот свои эти оставить. Потому что, вот я, если как начинаю разговаривать, то есть, грубо говоря, тонкие структуры, тонкие поля, что-чего начинается, были не мной придуманы, до меня, да? Ну, когда вот ты что-то начинаешь говорить, то ж могут возникнуть какие-то сомнения. А я вот, я говорю, вот написано, я ж, а то меня считают тут супер-уринотерапиотом. Я говорю, постойте, да до меня тут столько было написано, я просто собрал, изложил. Ну, во всех головах уже я тут какой-то тут вот, поэтому и делаю все. Я, что хочу сказать, вот, я для себя такое сказать уяснил, то есть, как настроить сознание держать. Вот, в первую очередь, я тебе говорю, стать хитананда, то есть, вот это вот должна быть радость. И за собой, естественно, знак, если ты свое сознание, опять-таки, древние говорили, что чувства это там кони, ум это там возница и так далее. Значит, если возница зазевается, это чувство хэм знает, а тело повозка, а эту повозку могут разбить или унести куда угодно. Поэтому он должен чувства эти контролировать. Чувство это не то, что мы слышим, там, нюхаем и так далее, но это чувство еще то, что вот в сознании происходит какой-то, происходит процесс. Вот, и там он должен быть вот именно свойственным человеку, это радость. Это такое несколько возвышенное состояние. Вот, радость это не эмоции, а уже настроение. Радостное настроение. Потому что эмоции, это коротенько, тебе сказали, там, грубо говоря, о, на телефон, там, это, кэшбэк пришел, о, о, хорошо, и заду, да? А там только раз, а у тебя такая, ну, грубо говоря, ну, на примере вот таких вот, а у тебя там, допустим, вот, счет там пополняется, е-мое, каждый раз, на определенную сумму ты сидишь там, вот, хорошо. А тут просто ты должен перенести свое внимание и радоваться вообще самому процессу жизни. То, что ты, не, не обязательно, что тебе там кормят, куча там денег или еще что-то, а потому что ты радуешься, потому что ты видишь, в конце концов, потому что мыслишь, вот. И, да, он интересную вещь сказал, а это так и есть, что наше подсознание представляет собой, знаешь, грубо говоря, эгоистического ребенка, который привык дай, 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 дай. Он не понимает слово нет. Он на нет сразу же выдает эмоцию, вот это, как это нет, почему это нет, понимаешь? Вот, это очень интересно, то есть, вот, исследуя вот это вот свое сознание, где там, кто там, что там находится, и только тонкая физиология позволяет тебе это подсказать. Где там, что там? Ну, я говорю, я так для себя ее хорошо выяснил, и поэтому я стараюсь, ну, знаешь, как это самое, в радостном вот этом настроении, вот, в радостном вот это, я живу, в кайф, тогда нет ничего, не пожрал, ну, и хрен с ним море, и это хорошо. То есть, окажется, любое чувство, даже вот дали тебе, значит, это самое, ах, как тебе дали крепко там, что ты чувствуешь, знаешь, и можно восторгаться. Пинок под зад тебе дали, и ты восторваешься, ты смотри, прямо в дырочку попали, ах, 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 понимаешь? И вот так, говорит, во все, понимаешь, вот эта восторженность, и тогда ты, ты, потому что творению свойственно вот это, именно восторг, восторг вот это. Слушай, чтобы дополнить, полно разобраться, не то, что разобраться, да, вот как бы вот есть мысли, да, вот если их еще дополнить Зеландам, понять, что Зеланд говорит, на что Зеланд настраивает, вот он как раз вот это, у него есть восторженность, восторженность, и очень легко ко всему относиться, относиться, отбрасывать все ненужное в стороны, да? Ну, решать задачу, она поступила, ты ее решаешь или не решаешь? Немножко не так, ну, неважно, я с ним не согласен, но тем не менее, эти знания, как бы, дают то, что, как кто-то поступает, да, ты просто это видишь, да, Ну, вот этот вот, тут он на волне, скажем, да, у него все получается, все удается туда-сюда, но если на волну вскочат, все вскочат, да? Ну, это надо дойти, ну, знаешь, и у Зеланды интересно, очень долго Лена увлекалась Зеландом, и сын, они очень, что делали, у Зеланды одно, потом второе, потом уже пошла кухня, ну, слушай, что за ерунда, человек бабки зарабатывает, одну книжку сочинил, народ принял, но это тоже взгляд, и, в принципе, это все то же самое, все то же самое, только с другого боку, по-другому преподнесено, то есть, вообще, живее радуйся, самое главное, по-моему. Живее радуйся, да, но до этого надо, как бы сказать, вот, вроде бы так и просто живее радуйся, а не поймешь, как радоваться, и почему столько факторов, которые тебя сбивают с этого, с этой волны радости. Много факторов. Помнишь, опять же вернемся к тому, что про Нарбекова мы с тобой разговаривали, когда у меня руки не поднимались, и ты, вот, мы нашли что-то, надо улыбаться, да? И я очень легко, и сейчас могу легко вызвать чувство радости, да? Причем, ты понимаешь, что по большому счету тренируется, или тренируется, но я вспоминаю всегда один и тот же момент, который ты мне подсказал, ты мне подсказал, и он действительно радостный, он такой восторженный. И они, эти моменты, эти моменты, эти моменты могут быть только в юности, в действии в юности, скорее даже в юности, в действии детская радость, да, а в юности восторг, в молодости это все уже не то. Притупляется. Притупляется, а с возрастом вообще, это все, радость вызывает улыбку, да, вот, хорошо, что получилось, а нет, вот, это вот, чувство. Чувство влюбленности, нет, вот, эти чувства, все в юности остаются. И вот мы тогда ходили, улыбаясь, по городу, но чтобы нас дурочков не считали, мы пробирались на работку с Леной по переулочкам, да? Ну, где меньше людей ходят, ну, а что идут, два придурка улыбятся, а в России не принято улыбаться, просто так, да, еще широкую улыбку, да? Ну, ты знаешь, как-то было даже, и ничего, руки-то заработали, руки заработали сейчас. Это самое главное. Да, это все, все хорошо. А так не то, что меня сколько тягали по этим физиокабинетам, там, что-то кололи, били только, топом, что-то не делали. Ну, вот висят, и все, вот я хожу, как пин-вин направо. То есть, вот когда непонимание идет, этого процесса, и пусть даже вот в наших светилах докторах, они придумывают все, что угодно, и в конце концов все это ведет к тому, что человека могут сделать инвалидом, потом развести руки и сказать, мы тут бессильны. Извините, извините. Не шмаху. И плюс еще бабки высосать. Да. Да. Ну, сейчас у нас вообще медицина, молодец. Она только этим не занимается. На Пушкинской. Два года назад с приятелем решили комплексное обследование сделать. Ну, а где у нас? Диагностический центр на Пушкинской. Все, пошли. Пять раз. Он на четвертом разе сломался, говорит, все, не поеду. Я пять раз отъездил. То есть, так вот, а 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 вот. Ну, короче, таскали меня там по всем кабинетам. Вот приезжал с утра, поздно вечером уезжал. Ого. Да. Они достаточно до поздна, ну, как поздно вечером. Часов до семи, и пока домой доедешь, уже девять, десять, и все, да. Потом мне выдали, а есть же врач, который, как сказать, принимающий. То есть, обычно терапевт, тот терапевт. Так, ну, что вы? Вот и хочу то-то, то-то выяснить, то-то, то-то. Центр же диагностический. Ну, да, вот они все меня протащили. Далее, вот такой пакет, где куча-куча-куча-куча бумажек. Думаю, что в них разбираться, все равно, и даже почерк я их не понимаю. И притащил здесь клещищами, отдаю пакетами. Вот мои трубы, так сказать. Давайте ж теперь лечить. Ну, что это берется? Ну, вот минут десять съел или пятнадцать. Говорит, а диагноз где? Они не поставили диагноз. Бабок высосали. Диагноз они поставили. А что они хоть пишут-то? А говорят, это не по нам. А что это? Это не по нам. А что это? Что это не по нам? Хотя, ну, я пришел сосуды проверить. Ну, проверьте мне сосуды. Они пишут, это не по нам. Что не по нам? То есть, это не к нам обращение. Кстати, это было по бедрам. Обращался бедр от ходьбы. Метров через двести-триста ходьбы. Начинает поднять бедро. А потом проходит? Потом проходит, да. Ну, это как раз если какой-то спазм в сосудике, потом движение пробивает и пошло. Да, да. Да нет, я это понял. Почему они этого не понимают? Это не по нам. Ну, это не по ним они не хотят. Не хотят? Ну, нет, почему не хотят? Деньги они получили. Ну, так их задача как раз и получить деньги. А все остальное это не по ним. А по спине это вообще хохма. У меня там есть два или три аппарата, не помню. Вот в одном аппарате он более слабый. Дома? Старый, а? Дома? А те аппараты? Нет, нет, это МРТ. МРТ на Пушкинской. Мне нужно слабый, потому что, когда руку сломал, здесь соединяли шурупами. Все, из-за чего же они не работали, да? Шурупы вынули или нет? Не вынули. Они там остались. Они в России очень долго заживали, мощно в России, говорит, это будет как бы... Ну, короче, пускай остаются. Но остались. А бумажку не дали, что это за металл. А в МРТ ж нельзя с хорошим, с металлом где-то в теле нельзя. Ну, короче, у меня в самых слабеньких, то есть там один врач, один аппарат. И вот в течение четырех лет я три раза посещал его. Ну, он меня уже узнавал на третий раз, здорово, все, туда-сюда. А потом, когда подняли, что он пишет. Первый раз у меня, значит, была грыжа трех позвонков. Не понял. Через года полтора у меня получилось предгрыжевое состояние этих же позвонков. То есть у меня лучше. А еще через три года он написал, позвонки в порядке, это мышечный спаз. Как он нас называет его? Мышечный спаз? Нет. Средромышечное напряжение? Нет, нет, нет. Когда вот болят здесь. Судра. Нет, болит здесь, плечи болят. Какой тиши астры, мышечный астры. Ну, что-то типа этого. Бог там, я уже не помню. Ну, часто всем ставят такой диагноз. Когда что-то болит, это вот, это вот. Короче, позвонки здесь ни при чем вообще. Слушайте, а зачем я это все лечил? Причем это один человек на одном и том же аппарате. То есть он знает аппарат, он знает, он все видит. Это я выздоравливал, да? Потрясающе. А я не выздоравливал нифига. Вот пока сам какие-то не находил ходы, легче не становилось. Вот мы подошли к самому интересному. Вот, боль нам дается, как своего рода указатель того, что мы что-то неправильно делаем. Не понимая этого, что она вот заболела из-за того, что мы что-то неправильно делаем. Хотя вот мы с ним неправильно раздражаемся и так далее. Мы, значит, это все несем врачу, не понимая, да? Ну, естественно, то есть сам посыл того, что боль говорит о том, чтобы ты сам на себя обратил внимание, на свою собственную жизнь и изменился, чтобы ее не было, мы это не делаем. А мы несем туда и все, боль и боли усугубляет. И вот до того, что они нам оказывают медвежью услугу, а не заменить ли вам, грубо говоря, какой-нибудь орган и так далее? Ну, предлагали, нет. Вот, заменить. Позвонки, позвонки. Заменим позвонок, все что угодно заменим. И при этом, если, особенно пересадка органа, это, значит, надо всю оставшуюся жизнь подавлять свой собственный иммунитет. То есть сажают на определенного рода лекарства, и у тебя уже иммунитета никакого нет. Потому что если маленький иммунитет, он отторгает твой орган этот пересаженный. Но все же это, система-то наша самовосстанавливающаяся. И все это можно восстановить самого-самого, грубо говоря, разрушенного вида. Просто надо знать, как это сделать. И некоторые знают, как это делать. А применять это все не хотят. И есть даже такой какой-то термин, это мне один врач говорил, тоже по спине. Что я вылечил там одного лежачего там какого-то этого. Вот я там с ним занимался и так далее. В Германии. Но было посчитано, что слишком много, грубо говоря, времени было потрачено на этого больного. Легче там, допустим, ему что-нибудь там такого заменить. И дальше там он побегит, не побегит. Но мы посчитаем, что он вылетен. Что мы вылечим. То есть, вот такие вот вещи начали давлеть, как количество денег затрачено на этого больного, количество времени. И из всего этого, значит, вот этот метод, грубо говоря, ну, более-менее. Я так хочу сказать. Вот прежде чем, вот я начал со своим здоровьем разбираться, что там, что там и как там и так далее. И я неоднократно себя ловил на том, что я разбираюсь, ну, будем говорить, не совсем, как бы сказать, не сначала, а где-то с середины там. Ага, вот, допустим, клизмы ставим там, питание и так далее. Вот это что-то не то. Ага, дальше там, допустим, вот это эмоции и так далее, и так далее. Откуда-то, ну, так уже было понятно мне. Я люблю всё, чтобы было мне ясно. Эмоция, слово, значит волновать. Что она волнует, как она волнует. Вот, я так выяснил. И я прихожу к поводу, что что-то опять мне неясно, непонятно. Я уже начал, как человек там, это самое, начинается, образуется и так далее, что-нибудь пошло. Оказывается, и этот уровень мал.